Прямо сейчас стало известно, что сотрудники ФСБ и полицейские при содействии прокуратуры выявили целую банду браконьеров, в которую входили, кстати, чиновник из Каневского района и инспектор государственного контроля надзора и охраны водных биологических ресурсов по рыболовству Азово-Черноморского управления. Рыба добывалась в крупных объемах и незаконно реализовывалась. Всего выявлено было в ходе обыска 13 тонн рыбы. Кроме этого, улов силовиков составило 10 лодок с двигателем, средства навигации с координатами установки орудий лова, приборы ночного видения свыше 500 роколовок, а также различная документация. Напомню, сейчас в нашем крае действует запрет на вылов водных биоресурсов в лиманах для любительского рыболовства, а также запрет на промышленный вылов тарани и пеленгаса с 15 марта во всех лиманах и в Азовском море. А вылов судака запрещен на территории края уже третий год. Как краевые власти борются с браконьерами? Об этом сегодня поговорим прямо сейчас. У нас в гостях Вадим Викторович Кваша, это начальник отдела организации и регулирования рыболовства Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края. Вадим Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и для начала, вот немного вернемся от этой статистики страшной, с которой я начала. У нас существенно сокращаются биоресурсы. Как министерство работает и с какими ведомствами сотрудничает в ходе рейдовых мероприятий и вообще в формате контроля? Ну, первоочередными задачами министерства являются, в первую очередь, это сохранение водных биоресурсов и устойчивое развитие предприятия, осуществляющих добычу водных биоресурсов. Министерство не является контрольно-надзорным органом, но вместе с тем министерством и в крае создан оперативный штаб по охране и контролю за пользование водными биоресурсами. Ежегодно распоряжением губернатора утверждается усиление мер по охране весенне не арестующих видов рыб. В целях выполнения этого распоряжения министерством организовываются рабочие группы, которые выезжают в прибрежные муниципальные образования, чтобы на месте оценить работу. Если говорить об ущербе, насколько он сегодня велик к марту, к апрелю, к этим датам? Ну, если взять, например, отдельно по структуре зоокубанского отдела, который осуществляет охрану водных биоресурсов на территории края, то за три месяца выявлено порядка 585 правонарушений, изъято около 1,3 тысячи орудий лова и порядка 30 плавсредств. Наложено штрафов 2,3 миллиона рублей. Если говорить по статистике, например, с прошлым годом, Вадим Викторович, больше стало или меньше выловлено рыбы? Как изменилось поведение браконьеров? Здесь необходимо отметить, что качество изменилось. То есть мы видим, что проводится меньше мероприятий, но при этом изымается и больше орудий лова, и штрафы увеличились. То есть качественно поменялось. Подход, да, получается, к выявлению. Если говорить как раз об информации, о том, что вы участвуете вместе с разными ведомствами в этой работе, какие ведомства еще присутствуют? И, может быть, какие-то сложности возникали? Наоборот, успешнее работается, когда много ведомств на одной теме. В состав оперативного штаба входят все правоохранительные контролирующие органы, которые касаются охраны водных биоресурсов. При этом министерство и принимает участие в пресечении незаконной добычи водных биоресурсов и ее реализации. Также с ведомствами обмениваемся мы информацией. Министерство также в целях регулирования рыбоводства вносит изменения в правила рыбоводства, является инициатором многих внесений изменений в законодательство. Если говорить об ущербе, который был нанесен биоресурсам Кубани от браконьеров, то какая это, может быть, сумма, если это в денежном эквиваленте? В денежном эквиваленте в 2018 году она составила порядка 35 миллионов. В этом году уже есть какие-то данные по ним? В этом году, если брать по Азово-Губанскому отделу, это 2,3 миллиона. Как вы думаете, в чем изменились правила, о которых вы говорили в 2018 году? В чем основная суть этих изменений и насколько они оказались эффективны? Можно уже сейчас об этом говорить? Какие правила? Изменения в том, что повысились штрафы за выловленную рыбу. Да, здесь в первую очередь сыграли таксы, которые считаются за причиненный ущерб водным биоресурсам. Они возросли до 20 раз и теперь за одну штуку судака 3 тысячи насчитывают ущерб, за одну штуку тарани 500 рублей. И при этом еще выписывается штраф за нарушение правил рыбоводства по статье 8.37. Санкция предусматривает 2 до 5 тысяч рублей. Какие виды рыб чаще всего вылавливают? Что находят чаще всего браконьеров? В первую очередь на пути миграции азовских рыб в водоемы НВХ. Это судак-тарань, которые идут на нерест для браконьеров. Это в первую очередь интересные эти виды. В целях профилактики необходимо на воде пресекать эти, осуществлять тролление водных биоресурсов и беспрепятственно осуществить пропуск водных биоресурсов на нерест. Понятно. Виктор, пожалуйста, Вадим Викторович, мы продолжим наш разговор через несколько минут. Сейчас реклама на Кубань-24. Никуда не уходите. Далее расскажем, как восполняются биоресурсы на Кубани. Оставайтесь с нами. Это тема дня. Спасибо, что остаетесь с нами. Прямо сейчас говорим о восстановлении биологических ресурсов, прежде всего рыбы. Напомню, что запрет на вылов судака, например, длится уже три года. Вадим Викторович, почему такая ситуация именно с этим видом рыбы? Прямо совсем все сложно? Ведь она же вроде бы не красная, не суперредкая. Здесь вместе с наукой было принято решение. То есть, когда запас популяции не может восстановиться, тогда закрывается промысел. Три года назад закрыли мы промышленный вылов судака. С 2017 года закрыт любительский вылов судака, в том числе на реке Кубань. Это вынужденная мера, чтобы этот вид восстановился. Если говорить о программе воспроизведения, какие работы в данном случае ведет министерство? То есть, как восстанавливаются биоресурсы у нас в крае? У нас на территории края действуют четыре нерестово-воростных хозяйства, которые осуществляют выпуск как раз-таки молоди судака и тарани в Азовское море. Вот в этом году будет усиленное внимание данному вопросу. То есть, планируется участие межведомственной комиссии по учету выпуска молоди. И планируется, что это будет на круглосуточной основе. По итогам выпуска, соответственно, будет дана оценка работы и всем контролирующим органам, и как у нас осуществляется воспроизводство. Если говорить о программах министерства, которые в том числе поощряют, например, индивидуальных предпринимателей, есть ли такие схемы работы у нас в крае? Продолжает действовать программа развития рыбохозяйственного комплекса. Это два направления поддержки рыболовства и рыбоводства. В направлении рыболовства это добыча водных биоресурсов, субсидируется производство товарно-пищевой рыбной продукции, товарной рыбы и рыбопосадочного материала. И еще в текущем году планируется возмещение части затрат на перерабатывающее оборудование. Владимир Викторович, видите ли вы со стороны бизнеса интерес к этим программам? Увеличивается ли количество их участников? И какая сейчас капитализация этих программ? Сколько денег заложено в бюджете? В текущем году заложено краевых средств 30,5 миллионов. Из них порядка половины направлено на возмещение части затрат перерабатывающего оборудования. То есть в настоящее время в связи со снижением запасов отдельных видов рыб нам необходимо развивать перерабатывающую отрасль. Если говорить об ущербе, который наносят браконьеры нашим биоресурсам, то какие основные, ну что ли сказать, точечно географические очаги на территории края, где особенно серьезная ситуация? В первую очередь это Азовское море, там где пути миграции, как раз таки Судака и Тарани. Что это за районы? Это Ейский район? Это там, где находятся нерестово-воростные хозяйства. То есть это Ейский лиман, Бейсовский лиман, район Савенска на Кубани. То есть там, где концентрируются нерестово-воростные хозяйства, которые принимают производителей на нерест. О том, как часто инспекторы рыбоохраны выходят в рейды и сколько удалось задержать браконьеров, теми дня рассказал Абозин Александр Владимирович, это начальник Азово-Кубанского отдела Росрыболовства. Давайте послушаем. Добрый день. В это время жаркая пора у нас, нерестовый период, двухмесячник. Ребята каждый день работают, каждый день проводят рейды, без выходных. Ну, с начала года уже более тысячи административных нарушений выявлено. Более полутора тонн водно-биологических ресурсов выпущено. Ну и больше 10 тысяч орудий лоа изъято. Ну, на сегодняшний день используем плавательные средства, как свои, так и помощь из соседних регионов привлекаем. Также приборы ночного видения, навигаторы. Пока что, что есть на сегодняшний день. Вадим Викторович, какие виды рыбы сейчас запрещено вылавливать круглогодично, вот если про это говорить? Круглогодично запрещен у нас вылав осетровых видов, в первую очередь, шимаи, млекопитающих, вот, это в течение всего года. Также судака и берша в реке Кубань, в Азовском море. Также у нас запрет продолжает действовать, это с 1 февраля по 1 мая, это Ейский, Бейсовский, Ахтарский лиман, все остальные золокубанские лиманы с 1 марта по 31 мая. Также у нас сохраняется полностью запрет в течение всего года на вылав рака в Азовских лиманах. Я знаю, что вы очень активно работаете с научным сообществом, которое отслеживает количество рыб. Если говорить о прогнозах ученых, то благоприятны они или не очень? И какая деятельность в формате этого ведется вами? В настоящее время мы видим, если брать по судаку, здесь понятен вопрос по таране. Мы также наблюдаем тенденцию, что у нас заходит меньше производителей, больше выпускается молоди, но при этом мы видим, что запас падает. Здесь есть проблема, что все-таки эти два вида снижаются запасы. Как в данной ситуации ваша работа построена? Вы даете, когда видите снижение запасов, например, вот этим восстанавливающим предприятиям, увеличивать количество их в выпуске мальков или как? Здесь, в первую очередь, должно регулироваться все правила рыболовства. То есть и промышленные выловы должны регулироваться. И необходимо уделить больше внимания все-таки охрану, пропуску производителей и выпуску молоди. Вместе должны все это делать? В комплексе. Спасибо вам большое, Вадим Викторович. Я напомню, что гостем программы «Тема дня» был Кваша Вадим Викторович. Это начальник отдела организации и регулирования рыболовства Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. «Тема дня» продолжает работу в эфире. Оставайтесь с нами. Скоро вернемся в студию. Продолжение следует...